МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, рынок недвижимости инертный, не только сегодня, или завтра, или вчера. Это его особенная характеристика, так называемая. Поэтому осень этого года показала нам, что мы видим стабильность цен в рубле. Мы объясняем продавцам, что нужно держать цену в рубле. Несколько раз говорили мы с вами на таких же передачах. Но при этом мы видим, что снижение происходит цены в долларе. Это вот такая осенняя у нас ценовая политика. Но что происходит за последнюю неделю, тут, конечно, интересная ситуация. Потому что, как вы сказали, курс Центробанка в рубль усиливает свои позиции. И, конечно же, теперь все больше продавцов за эту неделю хотят получать рубль. И говорят, как вы нас учили, как вы хотите, так мы будем теперь продавать в рублях, в рублях. Но зато поторопились очень покупатели, которые в долларе, которые свои сбережения превратили в доллары. Оказывается, таких очень много, которые хранят свои денежки именно в долларовом эквиваленте. Ведь эти скачки курса людям дают стимул как-то защитить свои деньги. Многие превращают свои сбережения из рублевых в долларовые. Получается сейчас, что доллар ослабевает, и этих рублей поменять все получается меньше миллионов на эти доллары. И заторопился покупатель. Я не могу сказать, что рынок недвижимости разворачивается полностью в сторону покупателей. Нет, сейчас еще в сторону продавцов. Сейчас еще рынок, конечно же, покупателя. Покупатели еще диктуют на рынке эту неделю в том числе. Но я вижу, как растет спрос. Эти покупатели торопятся выбирать объекты, видя, как их долларовая масса уменьшается в рублях. И торопятся приобрести недвижимость. Активизировались наши партнеры в Сибири, на Дальнем Востоке, на Севере, Москва, Петербург. Те, которые планировали приобретать и не знали, когда, следующей весной. Вот решили уже сейчас приезжать, спрашивают о наших вариантах, законах. То есть активизировались покупатели издалека. Именно потому, что вот так ведет себя рубль. Усиливает свои позиции. Поэтому приглашаю понять покупателей, что затягивать покупку, если она у вас в планах, если вы накопили сбережения, не надо. Можете потерять. А какая сейчас цена за квадратный метр в Севастополе? Ну, как бы, средняя цена за квадратный метр в Севастополе 73 тысячи рублей. Это, так сказала не я, так посчитала аналитическая корпоративная группа. У нас в Севастополе есть, очень умные ребята. И это меньше на 2,7%, чем было в августе. То есть вот сентябрьская цена такая на первичном рынке. И вот первичный рынок сегодня показывает цену, когда еще объект только на начальной стадии строительства. 150 тысяч рублей за квадратный метр. Если объект готов, новострой, и уже идет переуступка, то есть застройщика нет вариантов, переуступают уже те, которые покупали когда-то на уровне котлована, то средняя цена 65 тысяч рублей за квадрат. Это означает, что за 2 миллиона рублей можно купить новострой, который практически уже готов. Пусть не сдан, но практически готов. Но это неплохая возможность. У нас город Севастополь не дешевый. Мы так приравниваемся к Краснодару, к Питеру, к Подмосковью. Ялта у нас подороже будет. А вот такая цена, как бы меньше, чем с 2 миллионами на рынок приходить трудно. И что касается вторичного рынка, то, конечно, вторичный рынок страдает от долларизации, страдает. И поэтому цена дороже. За 2 миллиона рублей можно купить или малосемейную, или хрущевочку какую-то там в спальном районе с плохим ремонтом, или без ремонта. Вот поэтому метраж меньше, состояние не особое. Вот что можно купить за 2 миллиона рублей. Поэтому будем надеяться, что покупательский спрос у нас возобновится пуще прежнего, как было в прошлом году, когда многие россияне к нам приехали посмотреть и полюбоваться нашим краем, заодно и купить. Приглашаю это делать. А какие основные ошибки допускают продавцы недвижимости? Продавцы? Продавцы, да. А допускают. Допускают ошибки, потому что, конечно, вот эта завышенная цена в долларах, в рублях, когда удобно продавцу, так он и делает. И как правило, общая всю жизнь была правила, что привлечь покупателя на свой объект, но только можно привлекательной ценой. Больше ничем. Никогда ты не привлечешь покупателя. Это же не карманные деньги, вот эти миллионы рублей. Поэтому многие продавцы совершенно не готовы продавать по реальным рыночным стоимостям. Начитались интернета, прошлогодних цен, каких-то там рассказов соседей или каких-то аналитиков, которые что-то недоговорили. И держат свои цены, потому что считают, естественно, что свой объект недвижимости, он самый лучший и самый любимый. И поэтому вот завышенная цена мешает продавцу. Надо обращаться к оценщикам. У нас, кстати, такие есть, 55-37-37, наш телефон. Можно прозвонить и получить хотя бы устную консультацию о стоимости объекта. Если вы будете говорить название улицы, этаж, мы понимаем, где это и сколько стоит, если вы открыто расскажете о своем объекте, чтобы прицениться. Момент еще ошибочный. Это, конечно, переоцененный ремонт. И та мебель, которую вы хотите продать. Вот вы сделали там тот ремонт на свой вкус. У вас есть там мебель пятилетней новой давности, замечательная, красивая кухня по тем временам. Но амортизация идет. И этот ремонт совершенно не нужен покупателю вашего вкуса и качества. Поэтому сейчас все больше рынок склоняется на покупку бюджетных вариантов или без ремонта новостроя, или же с очень скромным ремонтом, в котором можно жить, а дальше впоследствии находить и тратить деньги на него. То есть доля клиентов, которые хотят получить ключи, зайти в квартиру, и там стоит посуда, фужеры, серебро, таких все меньше. Хотя бывают и такие заказчики, которые у меня как-то занимаются ремонтом и хотят полную обстановку. Еще момент ошибочный у продавца, который надо полностью искоренять, это грязный подъезд. Наши подъезды этим славятся. В Украине мы тут и в России уже, подъезды у нас пока не улучшаются. Поэтому если ты затеял продажу квартиры, посмотри хорошо, внимательно на свой подъезд, осмотрись. Как минимум вымыть его капитально надо, этот подъезд. Может быть там устранить эти неприятные запахи, которые там от кота соседней выйдут, чего-то образовались, или подвал у вас там мешает вам иметь свежий воздух. Поэтому обязательно нужно вымыть чистый, даже, наверное, сделать и косметический ремонт в этом подъезде. Возможно и сброситься с соседем по площадке, или как-то поговорить, кто хочет или не хочет, или может. Поэтому это надо однозначно устранить. И еще типичная ошибка продавца – это неправильное объявление продавца о продаже. Многие пользуются сетью интернета и дают там или очень тлеенные такие пространные объявления, нет конкретики ни метража, ни этажа, все больше рассказов о красивом крымском воздухе и месте. И это мешает продавцу, покупателю понять суть. Или же это очень скудное объявление, коротенько, или без фотографии, или с какой-то очень неправильного ракурса снятой фотографии. Наши специалисты умеют и сфотографировать, и сделать описание. Поэтому тут тоже мы можем прийти на помощь. Не зря же к нам обращаются наши севастопольцы для того, чтобы мы организовали им продажу. А обязательно ли продавцу заключать договор с риэлтором? А вот, кстати. И что такое эксклюзивный договор? Вот эта вот организация продажи, мы только что говорили с помощью профессионального риэлтора, она нужна действительно продавцу. Нужна вот эти советы дать, что я сейчас даю. И заключить договор. Надо выбрать риэлтора, которому доверяет продавец. Я не говорю там, вот, выбери меня. Я говорю, выберите того, с кем вам надежно, спокойно, уверенно, где кто-то уже вам по рекомендации посоветовал обратиться в ту или иную компанию. И надо заключать такой договор. Эксклюзивный договор, дающий исключительное право тому или иному риэлтору заниматься, организовать продажу и представлять интересы продажи или сдачи в аренду вашего объекта недвижимости. Поэтому я рекомендую это делать. Если заключить договор только с одним риэлтором, он приведет меньше покупателей, а следовательно продавец потеряет в цене. Так ли это? Ну, это кажется, что это так, на самом деле не так. От количества риэлторов или агентств недвижимости у нас не растет количество реальных покупателей. Ну, не растет. Реальные покупатели, они имеют свою емкость, и это рынок, и с этим надо считаться. Поэтому чем больше будет риэлторов работать на ваш объект, тем больше у вас будет звонков от риэлторов же, которые будут оточнять характеристики у вашего объекта, место расположения, стороны света, приедут смотреть, фотографировать. И так будет бесконечно. Все будут брать анализы и проверять потом ваш объект на актуальность. Могут забыть через 2 недели, может, через 3. Ну, и потому что нет никакого ответственного риэлтора за вашу продажу. Вам не с кого спросить. Естественно, что это будет мешать вам продать свой объект, и более того, это даже даст возможность продать его потом по низшей цене. Потому что когда риэлтор один за другим гоняется, одному и тому же покупателю предлагают ваш объект, в итоге это демпинг на цене, вас риэлторы начинают морально предлагать вам все ниже и ниже цену, чтобы не упустить покупателя, оказался он один и тот же. Поэтому я рекомендую однозначно выбрать такого риэлтора, который умеет продавать, умеет составлять те же объявления, умеет размещать рекламу, фотографировать, знает цены, умеет вести переговоры с покупателем, умеет торговаться и не торговаться с этим покупателем. Если вы нанимаете риэлтора, он уже представляет ваши интересы, ваши, а не покупателя. И поэтому он за вас, он за вашу цену, за ваш сбор нужных документов, а не ненужных, чтобы деньги вы экономили при этом. Поэтому естественно, что я понимаю, что вам надо иметь своего риэлтора, которому вы доверяете и который будет действительно за вас. Ну а если найдется покупатель самостоятельно, то он может отказаться покупать, если узнает, что заключен договор с риэлтором и не захочет оплачивать его услуги. Вот как не потерять покупателя в данном случае? Да, многие люди так считают и думают, как вы говорите, что вот я сам найду покупателя, а вы мне тут только мешаете. Ваш договор, вот этот вот, зачем это мне надо, если вот мне соседка там скажет, или там на работе кто-то посоветует, или позвонят соседи там с Дальнего Востока, однокашники и так далее. Такое бывает, что самостоятельно можно, ну приходится находить покупателя, и так бывает, что так может случиться. Ничего страшного в этом нет. И ваш покупатель, которого вы найдете самостоятельно, в случае, если вы оплачиваете услуги риэлтору, ничуть не пострадает. То есть вы должны сказать своему покупателю, да, я продаю, моя цена такая-то, мною занимается такое-то агентство, такой-то риэлтор, вот по поводу проведения сделки обращайся к нему, я могу показать объект, но все дальнейшие переговоры, как вот у меня заключен договор, иди дальше. Если продавец при этом заключил с риэлтором такой договор, что именно продавец оплачивает услуги, то покупателю страдать нечего, потому что он не потеряет никаких денег. И более того, после знакомства с этим риэлтором, покупатель, как правило, я вижу такие случаи, понимает, как ему необходим этот риэлтор, сколько дополнительных услуг дает этот риэлтор еще и покупателю, потому что сделка – это все-таки союз двух сторон, и должно быть гармонично. И одна, и вторая сторона должна получить сделку, и по деньгам правильно, и в документах справедливость. Поэтому покупатели не страдают при этом. Ну, у нас остается чуть больше минуты. Давайте обсудим, если продавец передумает продавать, по договору он должен заплатить штраф, правильно? Да. И это дорого? Дорого. Я только хочу сказать, что вот если вы, заключая договор, подумываете еще продавать или нет, то лучше не заключать договор, коротенько говорю я. Да, хорошенько, крепко подумайте, нужна ли вам вообще эта продажа, если вы еще сомневаетесь. Например, если вы пришли в парикмахерскую встречу, вам подстригли полголовы, или если вы там попросили в ресторане еду, вам вы съели первое, или если вы начали делать ремонт, или там построить дом, вам построили только первый этаж, и потом вы говорите, ой, я передумал. И что теперь? Человек же уже поработал, и он не может остановить вашу небритую голову, там полубритую, или куда девать этот борщ, который вы не доели. За него надо платить, это нормально. А чем тут риелтор виноват, если вы то думали, то не думали. Поэтому крепко подумали, заключили договор и двигаемся вперед. А если нарушаем этот договор, то, конечно, платить надо. И в договоре в каждом, у каждой риелторской компании есть этот пункт, сколько стоит вот это вот передумывание. Кто-то берет 3, там, процента от стоимости объекта, кто-то прописывает о прямых затратах, вплоть до рубля, там, допустим, 3333 рубля в месяц, грубо говоря, вы должны мне заплатить, если это прямые затраты у риелтора. Кто-то прописывает еще дополнительно свой заработок, хоть минимальный. Поэтому вы обязательно читайте этот договор. И я считаю, что надо платить риелтору. Я риелтор, я хожу на работу за деньгами, бесплатно неудобно работать. Ну что ж, последний вопрос. Какие акции и новости в вашем агентстве? Ну, акция у нас такая. Нашему агентству в декабре будет 20 лет, и мы сейчас к этому времени готовясь, как бы делаем акцию, скидку 10% нашим бывшим клиентам. Мы подсчитали, сколько у нас было клиентов за эти 20 лет. Мы вот даже присылаем им письма об этом, где четко прописаны наши бонусы и скидки для повторного обращения нашим клиентам или их друзьям. То есть это довольно хорошая акция, и мы будем держаться в ее до конца этого года. 7 декабря нам будет 20 лет. Хорошо, спасибо большое за ценную информацию. Это была программа «В контексте». А на следующей неделе в рамках программы «В контексте» с Натальей Масальской мы обсудим безопасность расчетов и наличные на расчетный счет через банковскую ячейку. Что выбрать и учесть продавцу недвижимости при этом. Оставайтесь с нами, впереди немало интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова